Я давал вам задание составить табличку, в которой вы опишите свою целевую аудиторию. Требования к целевой аудитории и паттерны ее потребления. Требования я просил написать в строке, паттерны просил написать в столбике. Теперь что нужно с этим списком сделать? Берете паттерн человека, берете группу людей, которые этим руководствуются при принятии покупки, при совершении покупки или при чтении вас. И начинаете эту аудиторию изучать по своим требованиям, которые вы составили. То есть и в этом столбике напротив этих строчек проставляете «Да», «Нет» или «Возможно». «Да», где вы точно уверены, что именно в этом возрастном категории ваша целевая аудитория. «Нет», где вы точно уверены, что «Нет», допустим, моя эта аудитория, она не за рулем. То есть, да, или там она не имеет детей. Или, например, она не замужем, там не в отношениях. Вот, типа «Нет», где точно вы уверены. И, возможно, где вы не уверены или где есть переходная стадия, где может быть и так, и так. Вот, когда вы это все проставите, нужно будет вот что посмотреть. То есть, вы сделаете так для каждого паттерна отдельно. Причем, возьмите желательно кого-нибудь себе в компанию, чтобы это был обсуждательный процесс, чтобы это было такое комнатное исследование. И когда вы это все проставите, попробуйте найти закономерности между, допустим, теми требованиями, которыми там, типа, везде возможно. Возможно, это требование вообще для вас не важно, для вашего, а вы считали, что оно важно. Например, вы сдаете помещение для свадеб, а у вас в требовании написано «парковка». Но вот парковка вообще не важна, наверное, да, потому что все-таки люди на свадьбу приезжают в любой ресторан, и где есть парковка, и где нет парковки. Главное, как там кормят, какой там банкетный зал и так далее. А если вы, допустим, сдаете мероприятие под бизнес-форум, то там парковка будет очень важна. Потому что туда приедут деловые люди, это будет день, а не вечер. Туда приедут люди на машинах и хотят оттуда на этих машинах потом ехать, возможно, по делам. Вот это очень важно. Вот это к вопросу о том, что одно и то же помещение, например, могут в разных паттернах быть разные требования. Вот. Возможно, некоторые, да, не важны. Потом, допустим, вы находите требования, которые, допустим, всегда «да». У вас во всех вот это требование, и оно во всех вот столбиках будет «да». И вы смотрите, а что это за такое требование? Возможно, это вообще базовое требование. Вот, допустим, есть, вы пришли в кафе. У нас в кафе, когда мы приходим, базовое требование. Туалет, меню, официант, там, повар, да, что там типа воды можно попить, не знаю. Вот это базовое требование. И если вы выставляете требования свое такое, что там, типа, что, условно говоря, требования целевой аудитории пользуются туалетом, и у всех будет, да, пользуются. Типо никто сейчас, ну, не ходит первобытно, не пользуется, ну, как бы, не оставляет на улице, да. Соответственно, это требование, которое вообще не является важным в вашей покупке, оно является базовым. Без этого покупка вообще не состоится. Вот это надо осознать. И то же самое касается нет. Если вы выписали какое-то требование, а у всех аудиторий оно стоит нет, попробуйте проанализировать почему. Это неважное требование или вы не нашли ту аудиторию, для которой важно то, что вы сделали. Просто иногда мы наращиваем в своем деле ресурсы, думая, что такое требование есть у целевой аудитории. Но на самом деле, от своей аудитории это не надо, и надо упростить, дать конкретную услугу, а не вот такой набор непонятно чего.